сегодня на 20 апреля 2017 года утро вот приехал я на южный пруд пол 10 у нас утра решила смотреть уже можно на велосипеде даже проехать снега почти нету так местами только у нас тут пруд он даже виднеется что вода все-таки есть тут посмотрим может где уже загораживать надо пора вот аллилуйя работает пруд не зря его углубляли это наше то что мы тут с братьями старались слив делали канавка еще осталась память вот так заполнила слава богу посмотрим может даже доски на выставить ну вот даже наша щетка осталась которым украсили вот так вот он идет водичка нужно уже доску ставить сейчас я достану и буду ставить сейчас там посмотрим где у нас вода заходит вот они наши досочки черненькие как на обратном пути поставим посмотрим дальше по нашей плотине что тут творится господь обильно дает благо со своей особенностью сегодня год вот они видно трактор ходил до сих пор стыда ищились какая красота вот надо уже срочно ставить можно наполняться больше вот так вот березки стоят сейчас мы берем березовый сок батюшка сегодня рассказал говорит по радио услышал совет один дали что надо на уровне груди даже выше ставить емкости подвешивать там на грелочке или как там делать потому что там сок быстрее бежит березовый он сделал за ночь набрал 45 литров за одну ночь только тоже попробовал бутылку одну привязал вот такие интересно обладали осинку чистенькая такая так а чё у нас здесь ну здесь выходит вот здесь это Игнахин сказал преграду поставить надо будет преграду ставить из досок чтоб у них вода не выливалась надо было конечно раньше сделать да ну будем что то думать глубина тут хорошая видимо какую палочку найду ну надо будет померить ее палочка нет не тут то было вот сейчас тут у нас запас есть вот хорошая палочка дубинушка сейчас мы померяем глубина хорошая сейчас на пенек поставлю вот какая она ну то есть где-то сантиметров 60 наверное вот вот как раз мне по колену почти ну вот так вот и там вот заход видимо воды идет сейчас я постараюсь туда пройти только не знаю каким образом это я сделаю надо сделать вот тут черемушка даже есть вот вот тут вода разлилась тут уже мне не пройти наверное рыбой удовольствовала сейчас по этой иточками вон Собаки высокие, но можно пройти тут часть. Так вот, пробуем дальше идти, что у нас получится не знаю из моего путешествия. Надо видеокамеру сохранить, слава богу, перешел тут, а здесь надо пробираться будет. Вот так вот, здесь можно посмотреть. Здесь, наверное, дальше я уже не пройду, потому что тут везде расплывалась вода. Если перекрыть сейчас, доски поднять, тут перекрыть срочным образом. А вода тут еще поднимется. Ну вот она где-то вон там, заход вон в той стороне где-то у нее. Ну и отсюда-то, конечно, тоже где-то льется она. Второй выход, значит, можно было бы и не делать. А кто знал-то? Точно-то не знаешь, откуда что пойдет. Посмотрим дальше, что мы тут проберемся. Вроде низинка, да? Должен пройти. Ну да, ну тут. Ну короче говоря, одним словом ясно все. Слава богу, тут не пройдешь. Вот так вот. Интересно, сколько глубина его, как карьера. Воды наполнишься. Ну вот такая красота. Ну, в принципе, еще можно успеть перекрыть, и вода тут еще будет наполняться. Ну вот так вот. Слава богу. Вон коршун уже с утра пораньше летает. Пищу себе ищет. Трудится. У него тоже заповедь. Путь лица свою добывать пищу себе в виде мышек и других грязунов. Ну слава богу за все. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.